Известная украинская группа «Пятница» воссоединилась и выступила в Одессе. Исторический концерт после 10-летней паузы состоялся во Дворце спорта и собрал аншлаг. Какой стала «Пятница» спустя годы молчания, знает Юлия Федорова. Ну, освежитель нужен, наверное. Нужен освежитель, по-любому, да. Придется приобрести освежитель. Я, правда, не знаю, где сейчас их продают. Да сделаем сами. Сделаем, да. Сделаем, будем выпускать. Освежитель «Пятница». Андрей Запорожец и Сергей Бабкин снова вместе и снова шутят. Так же, как и раньше. Почувство юмора и узнавали друг друга и заново привыкали. Вместе они не работали почти 10 лет. Первая репетиция была такая очень, ну, как это, на нерве, можно сказать, да. То есть такая, притирались, как бы. Ты тот, да? А ты тот? А, да, ну все нормально. О, шутки пошли, шутим. О, классно, прикольно. Во дворце спорта «Аншлаг» пятницу встречают овациями. Пятница! 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 Но очень родного. Родного, хорошего, да близкого. Группа распалась в 2007-м, и каждый из музыкантов начал сольную карьеру. Андрей Запорожц и Сергей Бабкин в Одессе помнят и любят. И для каждого зрителя этот дуэт значит что-то свое, личное. Для меня это музыка моего формирования. У меня с ней связаны очень такие ностальгические моменты, так что я не могла пропустить это мероприятие. Я желаю им, конечно, всего лучшего, но я не уверена, что они могут сами себя переплюнуть. Я поднимусь, я уже и боюсь высоты. Все-таки мне интересно посмотреть то, что они покажут новое зрителю. Хочется верить, что этот концерт не зря, и что они продолжат свое творчество совместно в дальнейшем. Музыка души, музыка хорошего настроения, музыка добра, в которой нет ничего плохого, и она в себе ничего плохого не несет. Лучшая музыка на свете. Новых песен в новой пятнице всего две. Остальные старые, проверенные и любимые. Но они, по словам музыкантов, звучат уже по-другому и для кого-то, вероятно, станут открытием. Некоторые песни просто невозможно петь, а некоторые обрели новый смысл, новую жизнь. Они как-то оказались даже еще актуальнее, чем тогда, мне кажется. Мы так уже напробовались по отдельности всего-всего-всего, и хочется побаловаться, потому что все-таки это хорошее, по-хорошему баловство такое, ну... Да, а тут мы стали слишком серьезные. Да, да. Самое важное событие вот прям сейчас. Что сейчас, то и вот есть, а ничего больше нет. Жанр группы некоторые определяют как регги. Одна гитара и два вокала. Фирменный стиль дуэта все тот же. Минимум эффектов, максимум импровизации. А еще музыканты и сами удивляются, как, не имея почти ничего общего, могут вместе что-то создавать. Мы очень разные. Казалось бы, то есть, ну, вот, это невозможно просто. То есть, вот этот человек, этот человек делает что-то вместе. И, как бы, и делает это, ну, кайфу, и, как бы, все это... Но это вот происходит реально, то есть, ну... На свое воссоединение музыканты не возлагают больших надежд. Они не планируют альбомы и гастрольные турне. Говорят, как сложится, так и будет. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал.